Здравствуйте! Христос воскрес! Здравствуйте, Христос воскрес! Что отвечать? Не знаете, да? Нет, не знаю. Во истину воскрес! Действительно воскрес! А! А вот такую книгу у вас в доме, книга такая есть? Извините, я в армии. Я служу, я в армии. Ну вот так, мы православные. Вы близко к экрану, маленько, отшатитесь назад. Вот так, чтобы видно было вас. Сегодня мы пасхальную ночь провели. Если вы зайдете на наш YouTube, у нас канал называется «Восвете Библии», вы там увидите, как идет богослужение, как детский концерт проходит. Понял. «Восвете Библии» называется канал. Он очень большой, 15 тысяч роликов. И эффект, красиво, да. Христос воскрес! Воистину воскрес! Все, спасибо за информацию, Илья. Да, если у вас какие-то вопросы будут, вы в скайп зайдите, просто зарядите Игнатий Лапкин, и вы на меня сразу выйдете. Угу, полностью. С Богом! Сегодня Пасха, Христос воскрес! Христос воистину воскрес! Воистину так. Вот у вас дома книга такая есть? Да, нет. А вот если она у вас отсутствует, надо приобрести. Это главная книга мира, которая расскажет, для чего человек родился и как ему надо жить. Жить для Бога. Потому что будет момент, когда все воскреснут. Воскреснут. Еще одни пойдут налево, другие направо. А одни в ад, другие в рай. И надо жить по заповедям Божьим. Знать, что за нас умер Христос на кресте. И зовет всех к покаянию. Вы можете зайти на наш канал. Очень большой канал. Называется «Во свете Библии». У вас какие вопросы есть, нет? Нет. Вам все понятно, да? Только папиросу уберите из рук. Почему? И помолимся. Да. Если у вас какие вопросы есть, можете задать. У вас дома книга такая есть? Библия, конечно, есть. Есть, да? Да. Ну, если есть, по ней надо жить. И жизнь совсем другая будет. Молиться, славить Бога. Вы опять курите. Я сказал, не курите сейчас, пока разговариваете-то. Понял, понял. Хорошо все. Еще вот такие рабы. Рабы дыма. Это сатана дым делает и в мозги пускает. 12 лет жизни табак отнимает. 12 лет жизни. Это же не игрушка какая-то. Тоже верно. А вы поп, да? Священник? Я не, я в мире, это сказать, чтец. А брат у меня священник. Понял. А вы сейчас где находитесь? Я нахожусь сейчас в Барнаулу, Тайский край. А вы работаете, да? А сколько мне лет? Ну, лет 70. 80. Я вот работал свое. Но я еще работаю. У меня есть где работать. У меня есть две голубятни. Я лажу туда. Езжу на велосипеде. Транспорта никогда не было. Строим деревню с нуля православную. Где нельзя ни лгать, ни пить, ни курить, ни материться, ни воровать. Ничего себе. А порушено в стране 21 тысяча поселений. И 10 едва живые. Там один-два человека. И никто не заботится. Мы получили землю, статус. Храм построили, школа государственная. А почему вы пьете это все время? То жуются, то пьют. Да разве если нет? На глазах людей, разве это прилично? Пьете? Я вот перед студентами стою 2 часа. Я никогда за всю жизнь ни разу стакана не поставил. Это стыдно. Молодые люди вот хлюпают. Я знаю, что вы блудный огонь тушите, пытаетесь потушить. Нигде столько блуда нет, как здесь. А огонь горит изнутри, и поэтому столько пьют. Вы даже не знаете, вы не обижайтесь, я вам правду говорю. Никогда на людях нельзя, ни пить, ни есть. Нормально поговорить нельзя. Вот как будто в свинарник попал. Чавкают, стоят. Срам один. Хорошо, хорошо. Мне вопрос же он задал. Ты мне вопрос. Так. Только не ругайте, что пока говорим, чтобы ни одного слова плохого. Понимаете, если человек не знает, для чего он живет, он вообще напрасно живет. Христос умер за нас. И поэтому мы сегодня говорим, Христос воскрес. Сегодня, если зайдете на наш YouTube-канал «Во свете Библии», вы увидите, как мы провели ночь, как молились, как детский концерт был. Как я там слово говорил, как богослужение шло. У нас 15 тысяч роликов на нашем YouTube. Не чужие, а свои. Потому что, когда человек с Богом, у него великая цель, делающий добро идет к свету. На самом деле, то, что есть Бог. Лучше доказательство, что Бог есть, это вы. Вы живете. Сдумал руку протянуть, протянул. Как бы она протянулась-то? Сдумал глаза открыть и открыл. Никакой переключатель не надо делать-то. Это потому, что до сих пор объясняется законами анатомии. Да, законами. Закон один. Великий Бог сотворил мир и Вселенную. Дал человеку совесть и разум, чтобы жил для Бога. Человек Бога... А как же человек произошел от обезьяны, дарвинизм? А что кто? Человек произошел от обезьяны, дарвинизм. Я так и не пойму. Дарвина. Дарвина? А что Дарвин взял? Он доказал, что человек пришел от обезьяны. Да он нигде не говорил. Вы что, мужики, дурите? Он показал видоизменяемость видов. Свет меняет бабочка, которая живет на стене в Лондоне. Она из белой делается серой через столетия. Нигде он про это не говорил. Он был церковный староста до самой смерти. А кто написал Библию тогда? Господь, вы понимаете? Я отвечаю. Так, обождите. Вы задали вопрос? Наслушайте. Не упивайтесь своим незнанием. Библия говорит. Писались, священное Писание. Святые Божьи человеки, будучи движим и Духом Святым. В течение 1600 лет. Около 40 авторов. Это все сказано. И Господь говорит, небо и земля исчезнут. Но ни одна буква из Писания не исчезнет. Писание сказало, что Христос придет и умрет и воскреснет. Это было сказано за тысячу лет. Около 300 пророчеств о Христе было, и все исполнились. Мы знаем, что дальше будет. Вот мы верующие. Мы знаем, что столицей мира будет и Иерусалим. Ни Москва, ни Вашингтон. И будет один правитель над всем земным шаром. Еврей. И будет царствовать 42 месяца. Три с половиной года. И тогда придет Христос. Это все написано. Я могу сказать, где написано. Откровение. 13 глава. Апокалипсис. Вы евреи же, да? Почему? Мы русские все. Какие мы евреи? Я рязанский мужик. А здесь есть жена? Да вам какая разница, как у меня паспорт. Вы спросите, как вам спастись? Когда люди вокруг Петра были, они говорят, мужи, братья, что нам делать, чтобы спастись? А вы как бабка у колодца? А вот как это? А зачем это? Какой марки машина? Начинают спрашивать. Вот опять курите. Вы это не можете без этого. Делающий грех, есть раб греха. До свидания. Вот мы туда пришли, чтобы людям рассказать о Боге, о вечности. Великая радость, что пророчества Христа исполнились. Он умер за наши грехи. Я только сейчас с ребятами говорил. Я говорю, с вами говоришь, вы пьете и идите. Тут же на глазах. Это же не делается так. Мне что? Мне 80 лет. 80. Я перед студентами двухчасовые уроки, если веду, я никогда не позволю стакан рядом ставить. Что? Я говорю, а почему хлюпаете? Потому что блудный огонь горит, тебе его затушить надо. Вы ярый православный, да? Да. Супер православный. У нас все. А в чем ваше православие проявляется? В первую очередь в том, что мы верим. Соблюдаем каноны. Вы сейчас зайдите на наш ютуб, посмотрите, как у нас ночью прошло богослужение. Какой порядок. У нас ногами не переступят, стоят. Дальше, как у нас была трапеза, детский концерт. Во Святи Библии называется. Мы строим православную деревню с нуля. В чем заключается? А что есть православие? Правильно славить два слова. Признание Святой Троицы. Правильно славить кого? Бога. Правильно славить. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Признать. Так это одно и то же? Нет, не одно и то же. Это прославление. Вы спросили, я вам ответил. Нет, ну вы говорите, я ярый правый. Я просто дискуссию могу на тему религии вести бесконечно. Хорошо. Здесь путиня... Не отвечал эти все вопросы. Смотрите сюда. Правильно славить Бога. Бога нашего. Бога нашего кого? Вы только не спорьте. Потому что спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, тот возвещает тесте. Я не спорю. Я как раз таки... Только не ругайтесь. Я очень прошу, не ругайтесь. Только ни одного плохого слова. Я уже вижу, вы будете материть сейчас. С чего вы взяли? С поведения. Я рот ваш вижу. Он уже опоганен матерками был до этого. Не ругайтесь. Вы что-то отец... Нет. Вы путаете, наверное. Ну, не путай. Ладно. Я вам отвечаю. Я не мотивирую. Я военный человек. Я офицер. Я отвечаю. Ладно. Военный. Ведет, главное, до призывников. Как пятиэтажным матом. Где? В вокзале. В Новосибирске. На втором этаже. Я подошел и говорю. Что вы делаете? До призывники. Они еще... Не знают. А он кроет. И да вот отстал. Ты себя показал, что ты не начальник. Ты над собой не можешь руководить. У тебя власть. Твое слово должно немедленно выполняться. Логично, логично. Логично. Что я делаю? Смотрите. Мы с нуля строим православную деревню. Единственная на всю Россию. Где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Получили статус. А где? Смотрите. А где в Писании написано «Не пей»? Где написано? В первом послании к Коринфянам, пятая глава. Апостол Павел говорит «Не пьяницы, не блудники. Царь Всебожий не наследует». Вот и написано. А Исаия говорит так. Вот именно «Не пьяницы, не блудники». Там написано «Не упивайся вином». Нет, это другое. Это другое. Написано «Пьяницы». «Пьяницы». Вот именно что «Пьяницы». Я спрашиваю, у вас в дому такая книга есть? Ну и что дальше? Ну как что дальше? Я 56 лет ей занимаюсь, проповедую. Я вам скажу, где написано. Я вам сказал. Первое послание к Коринфянам. Это написание Архимандрита или какое новое писание? Что за писание? Вам что, охота посопротивляться, что пьяницы в рай пойдут? Потому что вы меня не слушаете. Вы своей идеологией не пытаетесь... А это не идеология. Я о Христе говорю. В ночью где были? Дома я был в ночь. Вот. А мы в храме были. Уже разная температура. И дальше что? А дальше то, что была радость. Детский концерт какой ставился. Вы зайдите на наш YouTube. Это не просто YouTube. Я не могу на ваш YouTube заходить. Вы не будете заходить. Я у вас пропаганда в голове одна только. Сейчас вы ругаться хотите? Все тогда. До свидания. Я не ругаюсь. Нет. Ну что вы нахмурились? Я же... Вы просто меня вообще не слушаете. Вы свое понимаете. Да вы не знаете, о чем говорить это. Если говорите неправильно, я должен остановиться. Зачем ложь говорите? Я сказал... А почему вы взяли, что я неправильные вещи... Первое послание к Коринстам, пятая глава. Вы не можете указать, где это написано. Не упивайтесь вином. Это совершенно в другом месте. Я Библию прочитал не один раз, отец. Не один раз я Библию прочитал. Прочитали? Для кого был Новый Завет? Подождите. Новый Завет для кого был написан вообще изначально? Для кого? Вы задавали себе вопрос, почему у Христа было 12 учеников, а Писания Его учеников всего лишь там единицы, которые написали. А где остальные Писания? А нету их? Их нету. И не было. Кому что поручено, то и сделали. А что? Поддельных было 16 еще, а всего 20. В церковь заперли, на престол положили, печатью замкнули, помолились. Утром пришли, 4 лежат на престоле, остальные валяются. А что? А что? А что? А что? Пришло на Русь вообще. Вы ответ даже не дослушали, уже перебежали. Не, ну вы меня не дослушали. Да вас еще слушать, когда вы не знаете. А что вам пришло христианство на Русь? Да, до христианства мы кто вообще были? Язычники, полузвери, полузвери, как патриарх Кирилл сказал. А, вы патриарха еще, да? Да. Божество приурочиваете. Только не ругайтесь, пожалуйста. Патриарх сказал, что люди непросвещенные. У князя Владимира только было две тысячи жены на ложнец. И посылите нам в душе у каждого человека. И не надо создавать церковь для того, чтобы, допустим, человек уверовал. А, значит, вы против церкви. А церковь называется невеста Христова. Господь говорит... А что есть церковь? Подождите. А что есть церковь? Давайте тихо, спокойно. Нет, не церковь. Это люди, которые поклоняются Господу. А не те, которые... Вы сейчас будете... Вы сейчас продажные церкви. Остановитесь пока. Остановитесь. А что остановитесь? Ну, пока послушайте, что я вам скажу. Церковь Господь основал. Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. Он говорит, я создам церковь мою, и врата гада не одолеют ее. Ну, дальше что? Ничего нет, говорит. Для чего церковь? А почему он зашел, допустим, в церковь, и этот базар, который там был, он просто-напросто его разогнал? А это не церковь была, не церковь, а это Ветхозаветий и иудейский храм. Но в Завете церкви еще не было. Она основана была на 50-й день в доме у людей. Вторая глава Деяния апостолов говорит об основании церкви. А зачем есть глава апостолов? Я по жизни с вами разговариваю. Непосредственно сейчас, чтобы в церковь твориться. Неправильно. Я, допустим, чтобы покрестить ребенка, я должен заплатить деньги. Чтобы отпеть человека, я должен заплатить деньги. Хотя, подождите, Христос говорил, даром получили, даром отдавайте. Знания, которые вы получили от Христа, нам даром отдают эти знания непосредственно? Вы вопрос задали, слушайте. Я вам отвечаю. У нас нет торговли. Вот в нашем храме. Никакой торговли нет. Из тарелки. Вы православный человек. Я вам за православие говорю, не за вас конкретно. А мы православные. У нас православный митрополит слушает алтайский. Не просто так. У нас тарелка не ходит. Свечи ставит священник. Воск взятый с пасеки чистой. И у нас нигде копейка не появляется. И все, так же служба идет. Полная тишина. Нигде торговли нет. Но над этим надо было потрудиться. Вот именно, что над этим надо трудиться. Да. Это единицы, понимаете. На чем и строится диалог. Понятно, что будут какие-то там непонятные вещи, да, говорится. Ну, то есть, кто-то друг друга не будет понимать. Но без речи и без диалога мы никто, по сути. По сути. Понимаете. Вот понимаете. Было все... Все... Отец. У каждого своя есть какая-то непосредственная точка, понимаете. Которой придерживается человек, да. То есть, позиция непосредственная. Я верующий человек. Я верю в Бога, да. Я не хочу сказать, я там христианин, православный или нет. И что есть мудрость такая людская. Не надо быть, так говорится, с семи пядями во лбу. Или, так говорится, извини меня, прожить 80-90 лет, чтобы быть мудрым. Ты знаешь принципы, ты знаешь закон. Согласно им и живешь. Понимаете. Вот мудрость житейская, как я понимаю. Так вы еще понимаете. Да ваша же церковь была. Были святые люди, которые изъяснили. Шестой Вселенский Собор, девятнадцатое правило. Это правильно только Христос, запомните. Ну, ладно, все тогда. Вы ничего не хотите знать и знать не будете. С этим умрем.